сегодня у нас пятница и я просто обязан прорекламировать напиток который сегодня впервые употребляю это у нас аквавит или по-немецки schnapps по-русски водка 40 градусов это норвежский норвежский аквавит вот тут куча золотых разных медалей я считаю что да это соответствует соответствует потому что вот из всех аквавитов которые на сегодняшний день пробовал это оказался самый офигенно приятный 40 градусов и такой значит это самое тминно травянисто лимонный аромат у него пьется очень мягко практически можно не закусывать и не запивать вот я уже пол бутылки выпил не знаю допивать сегодня буду потому что завтра мы едем в город явля явля точнее вот попробую там засниму что-нибудь и завтра вечером выложу очередной ролик по путешествиям по швеции вот ну в принципе сегодня я хочу сказать о том что я сейчас вот сижу смотрю разные там эти сами по youtube и ролики и случайно 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 нажал там зашел на ролик и заслушался прямо до конца еще не досмотрел офигенный ролик вот ролик руслана соколова или соколовский руслан соколовский причем ролик еще пятнадцатого года два года назад был сделан да там упоминается задорнов вот еще какие-то мудаки вот и уже тогда тогда руслан уже конкретно предполагаю что задорновший поехавшись головой не в порядке вот видите тогда еще не было известно про его это заболевание головного мозга вот а сейчас мы про это знаем надеюсь он скоро сдохнет вот и вот как раз в этом ролике руслан развенчивает развенчивает этого мудака позорного да ну и не только его еще там соответствующих придурков вот и я просто поразился поразился вот что такой молодой парень да настолько грамотно мыслит глубоко мыслит да не по возрасту глубоко мыслит вот и даже вот сегодня через два года после этого ролика я смотрю что он просто как вперед смотрел вот я думаю вот вот такие люди если вот как руслан в россии были бы их но хотя бы человек 15-20 да вот многое можно было бы изменить в лучшую сторону но видите сейчас насколько я знаю его вроде выжили из россии да вот и как бы это резюме резюме этого короткого спича в том что россия гиблая страна если вот она таких людей таких людей вот как руслан соколовский да не оценила да они тоже даже не оценила попыталась его загнобить что в общем то и получилось что ему пришлось так сказать вроде бы он эмигрировал насколько знаю да вот это говорят то что россия гиблая страна и несмотря на то что сейчас какие-то пытаются там революции намечать на там какое-то 5 07 17 года или еще что там навальный что-то пытается делать все это мертвым припарке ничего не произойдет она бы загнивать дальше и я боюсь что россия будет причиной какой-то мировой катастрофы скорее всего скорее все будет так если конечно цивилизованный мир не соберется не договориться и не разберется с этим ненормальным государством да вот где-то вот так вот